Единственное, что вам следует сделать, это расцвести и засиять как полноценная жизнь. Потому что, когда вам очень хорошо, вы можете делать то, что нужно. Тогда он не спросит, как просыпаться мотивированным. Намаскарам, Садгуру. Мой сын попросил, чтобы я задал вам этот вопрос. Он хочет знать, как поддерживать мотивацию и самодисциплину в повседневной жизни. Вам не нужна мотивация. Когда мы говорим, что у кого-то есть мотивация, мы имеем в виду, что у него есть своя цель. У жизни нет никакой цели. Она для того, чтобы вы стали полноценной жизнью. Кузнечик старается стать полноценным кузнечиком. Червяк старается быть полноценным червяком. Птица — полноценной птицей. Дерево — полноценным деревом. Человек должен стремиться к тому, чтобы стать полноценным человеком. Вот и все, чем мы должны заниматься. Но каждый из нас начинает выстраивать свои цели и делать всевозможные вещи. Нет-нет. Вы всего лишь частичка жизни. Не воспринимайте себя слишком серьезно. До нас пришло и ушло бесчисленное множество людей. Да? Да или нет? Где они все? Где все эти люди? Вы думаете, что все они были идиотами? Они все были идиотами, когда умерли? Нет, они были такими же, как и вы. Может быть, они были рабочими. А может, королями поважнее вас. Но теперь все они — земля. Это тоже станет землей через некоторое время. Жизнь — это краткая вспышка. Сколько лет вашему сыну? 25. Итак, где он был 27 лет назад? Если кто-то не здесь, мы считаем их мертвыми, не так ли? 27 лет назад он был мертв. Скажем, он проживет 100 лет. Значит, через 80 лет он опять будет мертв? Да или нет? Итак, 27 лет назад. Как долго он был мертв? Долгое время. И 80 лет спустя, как долго он будет мертв? Очень долго. Итак, все из нас умрут очень надолго. Мы живем лишь короткий промежуток времени. Да? Очень короткий. Мы будем мертвы очень долгое время. Я хочу, чтобы вы посмотрели на жизнь с этой точки зрения. Как долго вы будете мертвы? Это невозможно представить. Но скажем, вы будете мертвы 10 тысяч лет, или 100 тысяч лет, или миллион лет. Да? Как долго вы живы по сравнению с этим? Очень-очень недолго. То, что вы называете жизнью, это лишь вспышка. Единственное, что вам нужно сделать, это расцвести и засиять, как полноценная жизнь. Когда будет нужно что-то сделать, мы сделаем это естественным образом. Потому что, когда вы чувствуете себя прекрасно, вы будете делать то, что необходимо. Не так ли? Когда вы несчастны, тогда вам нужна мотивация. Да? Вы обращали на себя внимание, когда вы очень счастливы. Вам так хорошо, что вам хочется сделать что угодно для кого угодно, прогнуться, если нужно. Да или нет? Но когда вы немного расстроены, как это тяжело. Так что не учите своих детей, как обрести мотивацию. Вся эта ерунда пришла с Запада. Все эти дурацкие книги по работе над собой. Как замотивировать себя, как обрести уверенность, как поверить в себя. Вы верили в Бога и причинили миру столько разрушений. А сейчас вы верите в себя. И чем же вы займетесь теперь? Весь этот мусор идет с Запада. Вам не нужно иметь мотивацию. Вам просто нужно понять, как вот это может жить полноценно прямо сейчас. Если это живет на полную, оно будет делать все, на что способно. Не так ли? То, на что оно не способно, оно в любом случае не сделает. Вы видели птиц утром? Вы знаете, что здесь есть птицы? Откуда вы? Сдали? Тамила, пчинай? В пчинай, наверное, совсем нет птиц, кроме ворон. Если вы посмотрите утром на маленькую птичку, то по утрам она делает все, что может. Не так ли? Да? Все, что она может. Ничего не упускает. Вот и все, что вам нужно делать. Все, что можете. Если вы что-то не можете сделать, это ничего. Червяк не может делать того, что делает птица. Птица не может делать то, что делает слон. Слон не может делать то, что делаем мы. Да или нет? Но мы должны делать то, что можем. То, что мы не можем, не имеет значения. То, что мы можем сделать, должно произойти. Вы должны понять, что жизнь очень коротка. Она как искра, мелькнула и погасла. Да или нет? Пока вы разберетесь, что происходит, вас уже не станет. Это если вы не страдаете. Жизнь несчастных людей очень долгая. Только несчастным кажется, что жизнь долгая. Если вы очень радостны, она закончится быстрее, чем вы поймете, что происходит. Замечали такое? Когда вы очень счастливы, 24 часа пролетают как один миг. Немного страдаете, и 24 часа тянутся как 10 тысяч лет. Да или нет? Так что время очень относительная величина. Но если сравнить жизнь с тем, как долго вы будете мертвы, то вы будете мертвы миллионы лет. Выживы ненадолго. И это время не требует никакой мотивации. Все, что вам нужно сделать, это стать полноценной жизнью. 25-летнему парню не нужна мотивация. Он должен просто взрываться жизнью. Тогда он не будет спрашивать, как мне просыпаться мотивированным. Для чего вам мотивация? Не для чего. Если вы живы, то выскочите из кровати. Не так ли? Но сейчас то, как мы едим, как дышим, как все делаем, и алкоголь, и прочее, все приводит к тому, что тело хочет умереть. Оно не хочет жить. Все это пришло с Запада. Там люди создали такую культуру. Как там «Слава Богу, наконец-то пятница». Согласно статистике, 70% американцев ненавидят свою работу. Не просто не любят, а ненавидят. Если пять дней подряд вы занимаетесь тем, что ненавидите, то я не знаю, как вы можете радоваться выходным. Все, что происходит в выходные, вы без сознания. Либо вы что-то пьете, либо что-то принимаете, предаетесь каким-то удовольствием. Да? За исключением этого особой радости нет. Да или нет? 70% людей ненавидят свою работу. Как вы живете с этим? Какого дьявола вы занимаетесь тем, что вы ненавидите? Начнем с этого. Если вы не любите то, что делаете, вы не должны это делать. Всегда найдется кто-то другой, кто сделает это. Да? Однажды ко мне пришел генеральный директор одной транснациональной компании. Он был сильно подавлен. Садгуру, я так больше не могу. На меня давят каждый день. Я этого не вынесу. Я посмотрел на него и сказал, благословляю, чтобы тебя уволили. Садгуру, что вы такое говорите? Я ответил, ты же так страдаешь. В чем смысл? В чем смысл? По крайней мере, если уволишься, то сможешь пойти на пляж. А твою работу, может быть, выполнит кто-то другой и сделает это чуть более радостно. или вы думаете, что вы вращаете планету. Да? В чем сложность? Это вы вращаете планету? Вы толкаете ее вокруг Солнца? Все это происходит без вас. Не так ли? Да? Все это происходит без вас. Все, что вам нужно, это быть полноценной жизнью. Не забивайте себе голову идеями, философиями, верованиями, глупыми мыслями и эмоциями, которые только ставят вас в тупик и ограничивают. Вы не должны быть меньше, чем вы можете быть. Не так ли? Вы не обязаны быть так же хороши, как кто-то еще. Вы и не сможете, потому что все люди разные. Но вы не должны быть меньше, чем вы можете быть. Для этого вам не нужна мотивация. Вам нужна живость. Если вы не очень-то живы в 25 лет, то вас нужно как-то взбодрить. Ченай. Ченай обычно просыпается рано утром. Он не похож на Бангалор. Бангалор просыпается в 10 утра. Ченай обычно в 5 утра люди уже на ногах. Так что не нужно придумывать мотивацию для своих детей. Вам нужно искать, как сделать их живыми и радостными. В таком состоянии их тело и ум будут работать лучше всего. А что, если они станут такими счастливыми, что не захотят ни к чему стремиться? Вы сами скажите мне, когда вам хочется стремиться к чему-либо? Когда вы счастливы или когда несчастны? Когда вы счастливы, то готовы сделать все, что необходимо? Не так ли? Когда вы счастливы, вы готовы отказаться от еды, сна и делать то, что вам нужно? Не так ли? Когда вы несчастны, как же тяжело от вас добиться хоть чего-нибудь? Да или нет? Однажды в долгосрочной командировке муж получил телеграмму от жены. В телеграмме было написано, «Начинай нервничать». Подробности письмом. Не поступайте так с собой. Если вы начнете волноваться в 25 лет, последствия не заставят себя ждать. Если вы ощущаете напряжение, тревогу, ваш собственный ум обернулся против вас. Если вы понимаете, что весь человеческий опыт происходит изнутри, то почему вы не можете привести себя к совершенству? Внутренняя инженерия означает привести себя в такое состояние, в котором все человеческие возможности работают на вас. Внутренняя инженерия онлайн теперь доступна с переводом на русский язык. Субтитры создавал DimaTorzok